По имя Отца и Сына и Святаго Духа. Всечестные отцы, дорогие братья и сестры, сегодня мы совершили первую божественную литургию прежде освященных даров в этом великом посту. Пост – это время, когда мы удаляемся на 40 дней от обыденного течения нашей жизни. Мы меняем времяпрепровождение свое, пытаемся изменить наши привычки, отказаться от того, что для нас ежедневно, обыденно. И это касается не только нашей повседневной жизни в быту, в миру, в семье, но это и касается и богослужений. Налагая на себя вот такие подвиги, отказываясь от пищи, от увеселения, от развлечения, от информации, мы должны почувствовать тоску по обыкновенным предметам, по обыкновенным продуктам, по всему тому, к чему мы привыкли и считаем это естественным. Мы через пост понимаем, что все, что дает нам Господь – это дар Божий. Великий дар, который мы должны принимать. И добровольно отказываясь от этого дара, мы скучаем, может быть, тому, от чего мы отказались. И в Божественный пост, в будние дни, пост, устав нам повелевает не совершать литургии. Потому что литургия – это служба благодарения, это пасхальная служба, исполненная радостью. А в пост мы смиренно склоняемся перед Богом и говорим, Господи, у нас нет повода для радости, потому что мы мало что доброе сотворили перед Тобой. И мы опускаем свои руки и не совершаем этой благодарственной службы Евхаристии и смирения к Богу. Для того, чтобы соскучиться по Божественной литургии, понять, насколько она цена нам, эта служба, без которой мы не можем жить, без которой не может существовать верующий человек, мы скучаем и ждем с нетерпением наступления субботы и воскресенья для того, чтобы снова совершить полноценную литургию. Но без причастия святых крестовых тайн человек жить не может, и поэтому, не совершая литургии Иоанна Златоуста, Василия Великого, мы совершаем литургию прежде освященных даров и причащаемся телу и крови престовой тех даров, которые были заблаговременно освящены. Опять-таки, из смирения нашего перед Богом. Мы совершаем многократно в посту молитву преподобного Ефрема Сирина, и он говорит нам, о каких дарах Святого Духа мечтает человек, постящийся, верующий. Дух целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви, даруя мне Господа. Вот любовь состоит в этой череде добродетелей на последнем месте. Хотя она самая главная из всех христианских добродетелей. Но приобрести ее можно только через пост, воздержание и молитву. Сначала целомудрия, смиренно мудрия, терпения, а потом уже любовь. Мы часто это слово пророняем. Я люблю что-то, мне нравится кто-то. И все это пустые слова, потому что любовь – это очень глубокое и жертвенное чувство, которому мы учимся в Великом посту. У Авве Дорофея однажды спросили, как ты можешь объяснить взаимосвязь любви человека к Богу и людей между собой. Ведь Господь говорит, как ты можешь любить Бога, если ты ненавидишь ближнего своего. И он попытался это объяснить простым примером. Он говорит, нарисуй круг, в центре этого круга поставь точку и от этой точки проведи к краю кругу радиуса, множество радиуса. Чем дальше радиус отходит от центра, тем дальше эти линии между собой по краю круга. И чем ближе они к центру, эти линии, радиусы, они сходятся в одну точку, они приближаются друг к другу. Вот так говорит он и во взаимоотношении между Богом и людьми. Представь себе, что круг – это мир, центральная точка – это Бог, а радиусы, исходящие из этого центра на крае круга – это люди. Чем ближе человек к Богу, к центру, тем люди становятся ближе друг к другу. И чем дальше человек отдаляется от этого центра, от центра этой точки, тем дальше, подобно этим радиусам, люди расходятся друг с другом. Это удивительный такой образ, но очень поучительный. Как говорил мыслитель Хомяков, в ад человек идет в одиночку, всегда в одиночку, потому что ад – это эгоизм, ад – это себя любие, ад – это мои грехи. И только в Царстве Небесное человек не может войти один. Он должен идти с кем-то, он должен идти с ближним. И, соответственно, в Церкви мы всегда собираемся вместе для того, чтобы воспринять Бога и приблизиться к Нему. В одиночку невозможно, келейная молитва важна, но она не такую силу имеет, как церковная молитва. Только вместе, в соборной молитве, молясь друг о друга, пребывая в Храме Божьем, наша молитва особый смысл и силу приобретает. И поэтому в Царствие Небесное мы идем вместе. И Царствие Небесное – это то место, где мы должны быть со всеми нашими ближними. Почему Господь и говорит, что у меня там множество обителей, для всех хватит. Бог не говорит, что Он создал ад, заметьте. Бог говорит, что ад – это место для пребывания демонов. Но Господь нам уготовил рай, куда Он нас приглашает. И почему нам важно примириться друг с другом, еще живя здесь? Потому что невозможно, находясь в конфликте с нашим ближним, мечтать о том, что мы в одиночку, без этого ближнего будем в раю. Ничего подобного. Господь у нас спросит, а как ты будешь один? Ты должен быть с этим ближним, ты должен простить его, ты должен полюбить его. И вот в дни Великого Поста через смиренно-мудрие, через терпение мы пытаемся понять вот этот смысл и чувство Божьей любви, научиться этой любви. А без любви и веры мы не можем приступить к чашам. Сегодня мы молились. Дыни Силы Небесные с нами невидимо служат. Ангелы, Архангелы предстояли с нами перед Божественными Тайными и потом мы говорим, что к этой чаши, к этим дарам мы должны приступить как? Верою и любовью. Не просто постом, не просто молитвой, не смирением, а верою и любовью приступим до причастницы жизни вечной будет. Поэтому мы учимся и верить, и любить в эти дни Святого Великого Поста. Я сердечно благодарю всех вас, дорогие отцы, за нашу соборную молитву. Очень важно нам тоже быть вместе, особенно в эти дни. Наша молитва усиливается, когда мы совершаем ее в соборне. Я благодарю вас за ваши Великопостные труды, желаю помощи Божьей вам на этот грядущий пост на Четыридесятницу Божьей помощи в служении и Богу, и людям. Вас сердечно благодарю, дорогие братья и сестры, за наше богослужение совместное, за молитву, и всех поздравляю с причастием Святых Христовых Таин. Еще раз напоминаю, что в пост нет такой причины, по которой человек не мог бы приступить ко причащению. Конечно, после совета с духовником. Если служатся литургия, значит, все присутствующие в храме обязательно должны причащаться. Постишься ты, не постишься, лекарства ты принял, еще какая-то у тебя проблема. Тебя Господь приглашает в эти дни прийти в чашу. И каждый раз, когда вы на службе, пожалуйста, священника взяли благословение и обязательно причащаемся Святых Христовых Таин. Успели вычитать правила, не успели вычитать правила, все равно подходим к этой чаше, принимаем этот дар Божий. Ну и отцам посоветую в этот пост по возможности совершать каждую Божественную литургию. В этом наше предназначение, через это мы получаем силу и крепость, поэтому все литургии, отцы, если будет возможность, все литургии прежде священных даров, литургии Иоанна Златоустого, Василия Великого, обязательно нужно совершать, чтобы получить вот в это время такой духовный заряд, который будет нам потом маяком и укреплением на весь последующий год. Спасибо, Господи, дорогие, за молитвы, Божие благословения, да пребывая со всеми вами. Аминь. Спасибо. Спасибо. Спасибо.